Якутские в павильоне Сахафильма стартовали съемки исторической картины Тыгын-Дархан. Съемки масштабного фильма охватят шесть районов республики. Оксана Устинова подробнее. В павильоне снимают эпизоды в интерьере Балагана и Урасы-Тыгына. Здесь съемочная бригада будет работать до марта. Весной начнутся натурные съемки и их будут снимать в шести районах Якутии. Анголаский улоз, Дюрба будет, Амга. И по первому снегу мы будем снимать Эмиконе, предговоры Эмиконе. А потом опять пройдем в павильон, потому что роман очень большой. И первая задача наша состоит в том, чтобы экранизировать, передать мысли, желания писателя. Изготовление декорации в бутафоре – это один из важных моментов, которому уделяется большее внимание. Ведь через них зрителю передается атмосфера того времени. Для декораторов, художников-бутафоров подготовительная работа почти завершена. Информации очень мало у нас вообще по той эпохе, 16-17 век. Потому что то, что раскапывают археологи, там крупицы совсем маленькие. И особенно воинское дело – это для нас такая сложная тема. Потому что ничего не сохранилось, практически там какие-то разрозненные детали находят. И думают, от чего это там. Приходится многое самим додумывать. Рабочая группа масштабную подготовительную работу завершила еще в прошлом году. Она объездила несколько районов в поисках нужных типажей для картины. Основные роли достались актерам Саха театра и театра юного зрителя. Но имя главного героя пока не озвучивают. Главный герой – он сам не актер, но очень близко стоит профессия актера. Потому что он выпускник мастерской Армены Джигарханяна и Филозова. Это большие мастера мирового уровня, конечно. Но он, конечно, актером не работал, но все-таки вот эта великая кинографическая русская школа, она дает о себе знать. Поэтому, в принципе, мы очень надеемся, что у нее должно получиться. Как описывается в романе «Долана» и в якутском фольклоре, образ Цигына является очень колоритным, архетипическим. Поскольку Цигын обычно представляется таким очень богатым владельцем огромных толпунов-лошадей, во главе множество слуг и, как я уже сказал, во главе большой дружины, вот в этом архетипическом сознании именно предстает образ именно идеального, что ли, правителя, скажем так. От этого отталкиваются все его характеристики. Потому что он был такой могучий, такой большой и богатых такой, да, и вот, что не было ему равных людей. Насколько совпадут устоявшиеся литературные и фольклорные образы Цигына и героя нового фильма, зритель узнает только после премьера. В течение этого года будут усилены те съемки эпизодов фильма в следующем году, дополнительные съемки, а потом приступят к выпуску картины. Оксана Устинова, Владимир Таюрский, НВК «Саха-Якутск».